Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами занятие, и сегодня мы разберем такую тему, как неравенство. Начнем с линейных неравенств. Итак, смотрим на задание 9х-4 умноженное на 4х-7 больше либо равняется минус 3. Обратите внимание, что тут нам надо раскрыть скобки. Перед скобкой стоит знак минус, значит, мы должны все знаки поменять на противоположные. Итак, 9х-4х плюс 28 больше либо равно минус 3. 5х больше либо равняется 28 переносим с противоположным знаком. 5х больше либо равняется 31. Итак, х больше либо равен 31 делим на 5. х больше либо равняется минус 6,2. Следующий шаг показываем на числовом луче. Отмечаем точку минус 6,2. Так, сейчас аккуратненько исправим. Больше идет в правую сторону. Больше либо равняется. Обратите внимание, больше либо равно показывается тем, что точка входит в решение. И записываем ответ. Х принадлежит от минус 6,2 до плюс бесконечности. Следующий пример. Тоже надо раскрыть скобки. Раскрываем скобки. Переносим тройку с противоположным знаком. И у нас получается вот такое неравенство. Обратите внимание, у нас х с минусом. Минус 6х. Давайте сделаем такое действие. Поменяем знаки. При умножении на минус 1 у нас знаки меняются на противоположный. И знак неравенства тоже меняется на противоположный. И теперь отсюда мы можем найти х. Минус 9 делим на 6. Х меньше минус 1,5. Покажем на числовом луче. Минус 1,5. Меньше идет в левую сторону. Запишем ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до минус 1,5. Круглая скобка. Итак, неравенство строгое. Точка выколотая. Скобка круглая. Еще раз. Если неравенство не строгое, точка входит, мы ее закрашиваем, в ответ скобку квадратную ставим. Полуинтервал. Полуотрезок, да, у нас здесь строгое, выколотая, круглое. Это очень важно. Теперь рассмотрим следующий пример. Следующее неравенство. Обратите внимание, произведение двух выражений. Первый шаг. Приравняем к нулю. И у нас получится линейное уравнение. Мы уже с вами знаем, что мы можем каждый множитель приравнять к нулю. Отсюда х равен минус 2. Здесь х равен 7. Следующий шаг. Отметим эти точки на числовом луче. Минус 2 и 7. Неравенство строгое, поэтому точки будут выколотые. И выделим интервал. Теперь делаем такой шаг. Возьмем точку. Допустим, мы берем 0. И проверяем знаки. Подставляем сюда. Подставили 0, тут знак плюс. Здесь подставили 0, минус. И плюс да минус даст мне минус. Значит, в этом интервале знак будет минус. А все остальные знаки меняются на противоположные. И ответ мы должны записать. Тот взять промежуток, где больше нуля. Мы видим, что больше нуля у меня лежит вот в этом промежутке значений. Ответ запишем. Х принадлежит от минус бесконечности до минус 2. Круглая скобка. И от 7 до плюс бесконечности. Следующее задание. Первый шаг. Пожалуйста, посмотрите. Х в квадрате плюс х меньше либо равняется нулю. Приравняем к нулю. И у нас получится неполное квадратное уравнение. Как его решали? Выносим х за скобки. Когда произведение равняется нулю? Когда один из множителей равен нулю, при этом второй существует. Мы приравниваем каждый множитель к нулю и находим корни. Итак, мы получили два значения. 0 и минус 1. Отметим эти числа на числовом луче. Минус 1. Так как неравенство не строгое, минус 1 входит. Точку мы закрашиваем. И 0 тоже. Выделяем интервалы. Посмотрите, ребята, 0 у нас задействован. Если число задействовано, то выгодно нам брать, вообще такие числа выгодно брать, как 0, 1, 10. 0 у меня занят, поэтому мне можно взять единицу или число 10. Если мы возьмем единицу, при единице здесь будет все положительное. Значит, в этом интервале у меня знак плюс. Все остальные знаки меняются на противоположные, то есть чередуются. И теперь смотрим, меньше 0. Где у нас интервал меньше 0? Вот он. Значит, х принадлежит от минус 1 до 0. Итак, неравенство не строгое. Точки входят в скобочки квадратные. То есть ответом является отрезок. Следующее неравенство. Х в квадрате меньше 36. Посмотрите, сделаем такой шаг. Перенесем влево 36. И будем сравнивать с 0. Вот здесь, ребята, надо обратить внимание на то, что у нас это не уравнение. Поэтому мы будем применять разность квадратов. Разность квадратов у нас выглядит вот так. То есть посмотрите внимательно, я буду применять вот эту формулу при решении данного неравенства. х минус 6 и х плюс 6. И уже у нас с вами подобное неравенство встречалось. Мы уже умеем его решать. Приравняем к нулю. Найдем значение. И отметим на числовом луче эти точки. Минус 6 строго. Значит, у нас эти точки выколоты. Отмечаем промежутки. И теперь нам надо найти, определить, какой знак имеет каждый из промежутков. Возьмем 0. 0 лежит в этом промежутке. Подставим сюда 0. Здесь будет значение минус. Здесь плюс. И минус на плюс даст мне минус. Все остальные знаки чередуются. Ответ меньше нуля. Нас просят записать. Вот он, в этом промежутке. Х принадлежит от минус 6 до 6. Итак, следующее задание. Но чтобы приступить к следующим заданиям, давайте вспомним. При решении квадратного уравнения, когда мы находим дискриминант, у нас могут получиться варианты. Если дискриминант больше нуля, 2 корня. Если меньше нуля, нет корней. А если дискриминант равен нулю, то мы с вами говорили, что у нас 1 корень. Ну, на самом деле, конечно, 1 корень. На самом деле, у нас 2 равных корня. Вот это знание нам сейчас поможет. Итак, рассмотрим неравенство х в квадрате минус 4х плюс 3 больше либо равен нулю. Первый шаг. Приравняем к нулю. И мы уже с вами умеем решать квадратное уравнение. Найдем дискриминант. Минус 4 в квадрате минус 4 на 3. У нас получается 16 минус 12. Это 4. Выражаем квадрат. 4 это есть 2 в квадрате. Итак, х первое. 4 минус 2 делить на 2. 2 делим на 2. Единица. Х второе. 4 плюс 2 делим на 2. 6 пополам. Это 3. Мы нашли корни. Отметим эти числа на числовом луче. Так как уже смотрим на неравенство, так как неравенство не строгое, мы эти точки должны закрасить. То есть они у нас будут входить в ответ. Взяли 0. 0 лежит, обратите внимание, вот в этом промежутке. Подставили сюда 0. Эти у нас числа обнулились. И ответ будет со знаком плюс. То есть в этом промежутке у нас знак плюс. Все остальные знаки чередуются. просят нас записать ответ больше 0. Больше 0 у нас лежит вот в этом промежутке. Ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до единицы квадратная скобка и от 3 до плюс бесконечности. Наш урок подходит к концу. Мы продолжим эту тему на следующем уроке. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok